Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Принять участие в ней можно на дому, через госуслуги, в МФЦ или на стационарных участках. Жительница микрорайона Солнечный Светлана Майорова решила самостоятельно прийти на переписной пункт, который расположен в Видновской детской школе искусств. Мне привожу ребенка, он занимается здесь, у нас на фортепиано, и мне удобно подойти на пункт. Меня устраивает такой формат переписи, мне удобно, это не занимает много времени, от силы 15 минут, вопросы все понятные. Переписной пункт в школе искусств организован специально для жителей микрорайона Солнечный, но прийти сюда может любой желающий, не обязательно проживающий по адресам, прикрепленным к участку. Хорошее впечатление, все очень внимательно, все спросили, все мы рассказали. Для нас удобно так, просто по возрасту нам удобнее прийти и переписаться. Дети у нас, конечно, через госуслуги переписываются, а нам вот так. В помещениях соблюдаются все необходимые правила санитарной безопасности. Участок работает по будням с 18.00 до 20.00, и по выходным с 10 утра до 16 вечера. К сожалению, то ли, может быть, люди не особо знакомы с тем, что у нас здесь находится этот пункт, либо, может быть, сами сейчас уже пользуются через госуслуги. Но народу приходит не очень много. Люди в основном пожилого возраста, которые сами недоступны госуслуги, и они, естественно, пользуются услугами нас. На переписном пункте обязательно находятся контролер и переписчик. У каждого переписчика есть планшет, у каждого переписчика есть обмундирование, то есть форма специальная, есть бейджик обязательно с фамилией, с именем, с номером участка. И есть своя территория, то есть 2-3 дома многоквартирных, в зависимости от количества квартир, которые они должны за период этой переписной кампании обойти. В Ленинском городском округе расположено более 60 стационарных пунктов. Напомним, что всероссийская перепись продлится до 14 ноября, и у каждого жителя муниципалитета есть возможность принять в ней участие. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.